Здравствуйте, дамы и господа. Мы продолжаем исследование вполне упорядоченных множеств. Я напомню, что к настоящему моменту мы определили на ВУМах, на вполне упорядоченных множествах, вот такое, можно сказать, отношение, что один ВУМ считается меньше другого. Если существует собственный начальный отрезок И, ВУМа, В, такой, что наше А изоморфно этому И. Ну, то есть, А изоморфно некоторому собственному начальному отрезку В. Есть какой-то такой А', который изоморфно А является собственным начальным отрезком В. Мы знаем, что любой ВУМ А, никакой ВУМ А не меньше самого себя, потому что в противном случае оказалось бы, что А изоморфен своему собственному начальному отрезку. Иначе существует собственный начальный отрезок И в А такой, что этот начальный отрезок изоморфен всему А, а мы доказали Лему, который говорит, что такое невозможно. Вторым достаточно очевидным свойством является следующее, что если А меньше В и В меньше С, то тогда А будет меньше С. Опять же, наглядно это легко себе представить. Вот у нас есть А, вот у нас есть В и вот у нас есть С. При этом мы знаем, что у нас имеется некий изоморфизм между А и В, изоморфизм между, ну не между А и В, а между начальным отрезком А, А' в В и всем А. Кроме того, у нас имеется изоморфизм в С между В' начальным отрезком ВУМ АЦ и В. Ну, легко понять, что мы можем взять такой вот А', А2'а, ну, это образ А под действием композиции изоморфизмов. Ну, упорядочен он порядком из С, ограниченным, естественно, на это множество. То есть, это вот образ А под действием сначала Фи, а потом Пси. Ну, легко понять, что это тоже начальный отрезок, потому что, как мы уже имели случай заметить, при изоморфизме, начальный отрезок переходит в начальный отрезок, ну и поскольку изоморфизм – это биекция, собственный начальный отрезок переходит в собственный. То есть, если у нас не все точки В принадлежали А'а, то, естественно, не все точки С будут принадлежать А2'а, потому что любая точка из В, которая в А'а не попадала, она не попадает, ее образ не попадет в А2'а, тем не менее попадет в С. Это все более-менее ясно, но наша настоящая задача – это доказать вот такую вот теорему. Теорема о сравнимости вполне упорядоченных множеств. Оказывается, для любых двух ВУМ А и В, либо А меньше В, либо А изоморф на В, либо В изоморф на А. Это не тривиальный совершенно факт, который во многом оправдывает всю эту науку о ВУМах. Почему мы рассматриваем на такие порядки? Ну, прежде всего, я введу некоторое обозначение, упрощающее дело. Вот, например, я буду писать, скажем, АХ, это будет обозначать формально вот такой ВУМ. Мы берем все элементы в А, которые меньше, чем Х, в смысле А, естественно, и упорядочиваем их отношением, которое у нас на А. А, ну, формально его тоже надо ограничить на этот отрезок, я этого не пишу. То есть это, собственно говоря, АХ – это просто обозначение начального отрезка А, состоящего из всех элементов меньше, чем Х. Как мы знаем, любой собственный начальный отрезок имеет такой вид. Ну, и с соответствующим порядком. Аналогично и для В. Итак, как же я построю изоморфизм? Сделаю я это достаточно нахальным образом. Давайте рассмотрим вот такое вот отношение Ф, которое состоит из всех тех и только тех пар, из нашего Декартового произведения, таких, что АХ-овое изоморфно-БУ. Мы даже сейчас не задаемся вопросом о том, пусто это множество или не пусто, хотя на самом деле оно, конечно, не пусто. Легко заметить, что пара наименьших элементов, она, конечно, принадлежит Ф, потому что пустой начальный отрезок А, естественно, изоморфен к пустому начальному отрезку В. Иначе быть не может, но для нас это не важно. То есть мы с вами берем все пары точек, таких, что, ну, вдруг, так случайно оказалось, что АХ изоморфно-БУ, что все элементы А до Х, они изоморфно соответствуют всем элементам В до У. Наша задача теперь доказать, что это отношение является искомым изоморфизмом. Что же нам понадобится проверить? Но в первую очередь давайте зафиксируем множество R. Это будет range нашего отношения. И зафиксируем множество D. Это будет его домен, его область определения. Но совершенно понятно, что F тотально для своей области определения и сюрреективно для своей области значений. Иначе быть не может. Потом мы поймем, как эти области устроены. Ну, а для начала давайте убедимся в том, что F – это вообще функция. Стало быть, из R в D. Нам нужно проверить функциональность. Допустим, по определению, что вот у нас пара Х, У1 и пара Х, У2, они оказались в нашем F. Что это означает? Это означает, что начальный отрезок А до Ха изоморфен начальному отрезку В до У1. И с другой стороны он изоморфен начальному отрезку В до У2. Оказалось, что два начальных отрезка В, собственных, разумеется, потому что все эти штуки – это собственные начальные отрезки, естественно, для любого Х из А, а Х – это собственный начальный отрезок порядка А. Оказалось, что один собственный начальный отрезок В изоморфен другому. Ну, когда такое может быть? Мы с вами хорошо понимаем, что вообще, на это даже доказывали, что порядок собственных начальных отрезков по теоретикам множного включения, он изоморфен порядку вот этих вот соответствующих, я их буду называть концами, соответствующих концов этих собственных начальных отрезков. Ну, то есть, опять же, понятно, что у нас У1 является собственным подмножеством множества точек от нуля до У2, тогда и только тогда, когда У1 меньше, чем У2. Но с другой стороны, значит, если У1 меньше, чем У2, например, то отсюда следует, что БУ1 – это собственный начальный отрезок порядка БУ2. С другой стороны, он изоморфен БУ2. мы понимаем, что никакой ВУМ не может быть изоморфен собственному начальному отрезку. Получается противоречие. Но аналогично мы приходим к противоречию, если бы оказалось, что У2 меньше, чем У1. Значит, У1 равен У2. Я еще раз напомню, мы здесь опираемся на важную лему, которую доказали в прошлый раз. Если И – это собственный начальный отрезок вполне упорядоченного множества А, то И ни в коем случае не изоморфен А. Итак, два собственных начальных отрезка Б с разными концами, они не могут быть изоморфны, иначе, как если они равны. Ну, то есть, те концы их одинаковы. Функциональность установлена. Очень хорошо. Что же нам еще нужно? Инъективность мы на самом деле можем явно не проверять, так как для того, чтобы установить изоморфизм, нам достаточно монотонной сюрекции. Проверим монотонность. Почему же эта штука монотонна? Ну, давайте допустим, что у нас Х1 меньше, чем Х2. И вот наша функция их куда-то там отображает. То есть, пара Х1 Ф от Х1 это какой-то У1, Ф от Х2 это какой-то У2. Ну, то есть, иными словами, у нас начало, начальный отрезок до Х1 Ашки изоморфен начальному отрезку до У1 Бшки. Здесь какой-то изоморфизм Фи. Ну, и тут вот у нас тоже есть изоморфизм между элементами А до Х2 и элементами Б до У2. Какой-то изоморфизм Фи. Значит, что же мы хотим? Мы хотим доказать, что У1 меньше в смысле Б, чем У2. Но, опять-таки, наш порядок линейный, поэтому из линейности следует, что в противном случае было бы что У1 больше или равно, чем У2. Давайте напишем, что пусть не так. Применим линейность и в таком случае мы придем к допущению, что У1 больше или равен, чем У2. Что же это означает? Давайте посмотрим на соответствующие начальные отрезки. Тогда оказывается, что Б, У2 это начальный отрезок, не обязательно собственный, в УМА Б, У1. Ну, то есть, смотрите, у меня А Х1, этот ВУМ изоморфен Б, ИГРик 1. Б, ИГРик 1, как ВУМ, больше или равен Б, ИГРик 2. Что Б, ИГРик 2, это его начальный отрезок, но не обязательно собственный, возможно, совпадение, тем более изоморфизм. А вот здесь мы видим, что этот ВУМ изоморфен АХ2. То есть, при этом у нас с вами получается, что АХ2 меньше или равно, чем АХ1. Но с другой стороны, что такое АХ1? АХ1, учитывая, что АХ1 меньше, чем АХ2, это вот у нас все элементы строго меньше, чем АХ1. А вот тут у нас все элементы того же самого А строго меньше, чем АХ2. То есть, видно, что это собственный начальный отрезок. Ну, почему собственный? Какая точка не включается? Вот точка АХ1, она же принадлежит АХ2, но не принадлежит АХ1. таким образом мы видим, что АХ1 это собственный начальный отрезок собственный начальный отрезок АХ2. Получается вот так вот. Ну, и отсюда следует в самом деле у нас отношение меньше транзитивно, ну, а если АХ2 изоморф на АХ1, то тоже в любом случае мы получаем, что АХ2 меньше, чем АХ2, то есть оказалось, что этот порядок изоморфен к собственному начальному отрезку самого себя. ну, естественно, так быть не может. Это приводит нас в противоречию. Итак, выяснилось, что АХ1 должен быть меньше, чем АХ2. АХ2. Очень хорошо. Теперь у нас имеется монотонная функция из Р в Д, из каких-то множеств. Итак, я могу теперь сказать, что наша функция Ф является изоморфизмом между вот такими множествами, каким-то куском Ашки Д и каким-то куском Бшки Р. Пока непонятно, что такое Д и Р, но на самом деле мы сейчас установим, что это начальные отрезки. Давайте в этом убедимся. Я утверждаю, что Д начальный отрезок А. не обязательно собственный. Действительно, пусть у нас есть какой-то Х, который принадлежит Д, и есть какой-то З, я не буду использовать букву У, так как она зарезервирована для элементов В, и у нас есть какой-то элемент, который меньше, чем наш Х. при этом мы хотим, чтобы З тоже попадал в Д. Ну, что такое Д? Д, дамы и господа, это не что иное, как область определения нашей функции F. то есть, это означает, что существует некий Y из B, такой, что начальный отрезок АХ изоморфен начальному отрезку BY. Очень хорошо. Тут у нас есть какой-то изоморфизм F. Ну, давайте посмотрим на АХ. Что такое АХ? Даже нам можно этот изоморфизм явно не указывать. АХ это АХ это собственный начальный отрезок АХ. Ну, ровно потому, что З меньше, чем АХ. Ну, в частности, раз он просто ему равен, тем более, он изоморфен собственному начальному отрезку. Значит, АЗ меньше, чем АХ. АХ изоморфно БЮ. Отсюда, естественно, вытекает, что АЗ изоморфно некоторому собственному начальному отрезку БЮ. То есть, мы видим, что существует собственный начальный отрезок И в БЮ такой, что АЗ ему изоморфно. Но как устроены собственные начальные отрезки ВУМа? Они все имеют вид, как мы знаем, как мы доказали в прошлый раз, все элементы меньше какого-то. Следовательно, существует некий W, принадлежащий БЮ, но стало быть меньше, чем У, в смысле Б. Существует некий такой W, что наша АЗ просто изоморфно изоморфно B W. Ну, собственно, говоря, это означает, значит, пара Z, W, она по определению функции F. Я напомню, в функции F попадают пары таких точек, что А первая точка, изоморфно B вторая точка. Ну, значит, такое W существует, выходит, что Z принадлежит домену функции F, то есть нашей области D. Итак, таким образом мы доказали, что домен является начальным отрезком А. Совершенно аналогично, R это начальный отрезок B. Итак, оказалось, что наша функция является объекцией между двумя начальными отрезками порядков А и Б. Очень хорошо. Но, может быть, эти начальные отрезки очень малы, и про все А и Б они нам, собственно говоря, ничего не сообщают. Оказывается, не так. Оказывается, не так. Я утверждаю, что хотя бы один из этих начальных отрезков является несобственным, то есть совпадает, соответственно, с А или с Б. Пусть у нас D не равно А и R не равно Б. Сейчас мы приведем это допущение к противоречию. Действительно. но тогда наше D ведь это собственный начальный отрезок, значит, это все элементы вплоть до какого-то Х. Любой собственный начальный отрезок имеет вот такой вид, мы это доказывали. И аналогично существует некий Y, такой, что R это все элементы B вплоть до какого-то Y. При этом мы знаем, что D изоморфная R. То есть смотрите, что оказалось. Вот это все элементы А от 0 до Х, это все элементы B от 0 до Y. Оказалось, что А Х изоморфная B Y, но отсюда следует по определению функции F, что пара X Y ей принадлежит. Но отсюда следует, например, что X попадает в D, в домен этой функции. Ну, то есть X меньше, чем X. Это явное противоречие. Вот, оказывается, так быть не может. Значит, D равно А или R равно B. Может быть то и другое. Ну, и соответственно, у нас реализуются три случая. Легко видеть, что они на самом деле возможны. Привести пример, значит, D равно А, но R не равно B, строго меньше, собственный начальный отрезок. Но в таком случае мы видим, что наша функция F устанавливает изоморфизм А и собственного начального отрезка R в ум B. То есть, это означает, что А меньше, чем B. Второй случай симметричный, когда D это лишь какое-то начало А, но R совпадает со всем B. Опять же, наша функция F устанавливает изоморфизм собственного начального отрезка А, вот этого D, и всего B. Это означает, что B меньше, чем А. Ну, и третий случай состоит в том, что D равно А и R равно B. Тогда, естественно, А изоморф на B. Почему эти случаи не совместны попарно? Почему не может выполняться то и другое? Но, потому что, например, если А меньше B и B меньше, чем А, то по транзитивности А меньше, чем А. Если А меньше, чем B и А изоморф на B, то, опять же, мы получаем, что А меньше, чем А, что невозможно. Итак, мы доказали, что для любых двух ВУМов имеет место ровно одно. Давайте здесь напишем. Причем верно ровно одно из этих утверждений. для любых двух ВУМ либо один меньше другого, либо они изоморфны. Иного не дано. Это очень мощная теорема, потому что она, по сути дела, показывает, что порядок ВУМов в некотором смысле линейен, и если один ВУМ не меньше другого, то мы гарантированно имеем изоморфизм, но как бы в другую сторону. В частности, например, вот мы доказали свойства нашего порядка и рефлексивность и транзитивность. С помощью этой теоремы мы можем добавить следующее свойство. своего рода антисимметричность, но не совсем. Равенства, конечно, не будет, поэтому перед нами не совсем порядок, а так называемый предпорядок. Значит, смотрите, что у нас происходит. По определению, я, собственно говоря, этим уже пользовался, но просто напомню, А меньше равно чем В, если А изоморфная В или А меньше чем В. Утверждение говорит нам, что если А меньше или равно чем В, и В меньше или равно чем А, если есть изоморфизмы с начальным отрезком в ту и в другую сторону, то тогда наши умы изоморфные. Доказательство. Если они не изоморфные, то по теореме о сравнимости без ограничения общности один из них строго меньше другого, например, А меньше чем В или наоборот. Но если А меньше чем В, тогда мы видим, что А меньше чем В, В меньше и равно чем А, и отсюда вытекает, что А меньше чем А, что невозможно. Итак, наше отношение обладает вот таким полезным свойством, широко применяющимся в решении разных задач. Отлично. А теперь наша цель разобраться, как же эта сравнимость соотносится с арифметическими операциями на ВУМах. Но прежде я установлю еще одно полезное свойство. Оказывается, порядок на ВУМах в некотором смысле фундирован. Оказывается, порядок на ВУМах в некотором смысле фундирован. я это все заключаю в кавычки, потому что речь идет не о множествах, ну, а о такой совокупности, о собственном классе всех ВУМов, которые больше, в некотором смысле, чем множество. Давайте скажем так, порядок, но опять чуть не совсем порядок, потому что это не отношение бинарное на каком-то множестве, на ВУМах фундирован в том смысле, например, что не существует, ну, или в любом семействе ВУМов можно найти наименьший. Давайте так, в том смысле, что для любого семейства ВУМов вот у нас какое-то семейство ВУМов, можно сказать, множество ВУМов, существует такой иной, что вот этот вот АИТой, АИ нулевой, он меньше или равен каждого нашего ВУМа. то есть, в любом семействе ВУМов есть наименьший, если у вас есть ВУМы с каким-то свойством, среди них есть обязательно наименьший. Он, разумеется, не единственен, потому что может быть несколько таких изоморфных друг к другу. Ну, как обычно, в такого рода утверждений для нас существенно, что это семейство не пустое, хоть один ВУМ там есть. Давайте докажем. раз оно не пустое, то что-то там есть. Пусть вот у нас В это один из наших ВУМов. Давайте сравним с ним все ВУМы в нашем семействе. рассмотрим Х с крышкой. Это все те и только те ВУМы из Х, но которые меньше, чем наша В. Ну, потому что те, которые строго меньше, те, которые больше или равны, чем В, они, естественно, их можно не рассматривать, так как ни один из них наименьшим уже точно не будет. С другой стороны, если мы найдем ВУМ наименьший среди всех меньших, чем В, он будет наименьшим во всем Х. Давайте так напишем, что очевидно, что наименьший в Х с крышкой он был бы наименьшим в Х. Еще раз напомню, любые два ВУМа сравнимы, поэтому тот, кто в нашем семействе не меньше, чем В, тот больше или равен, чем В. Больше или равен В. Сосредоточимся на вот этом семействе и на В. Ну, а дальше рассуждение очень простое. Смотрите, если у нас АИТ, он меньше, ну, мы можем их тоже как-то проиндексировать, если у нас АИТ меньше, чем В, это что означает? Это означает, что этот наш АИТ изоморфен некоторому собственному начальному отрезку В. То есть, это означает, что существует такой элемент ВИТ в нашем В, что АИТ оно просто изоморфно, давайте я его немножко вот так вот напишу, и использую обозначение с доказательством теоремы, изоморфно все куску В вплоть до У и Т. И теперь мы можем сравнение вот этих ВУМов заменить на сравнение ИГРЕКов. Рассмотрим ИГРЕК 0, он существует, естественно, который является наименьшим вот таким вот концом. Это, заметьте, уже честное множество элементов СБ который является наименьшим таким концом отрезка соответствующим этим Ашкам. Очень хорошо, но ему соответствует какой-то ИГРЕК 0, откуда он взялся. Он же у нас возник вот таким вот путем. Мы взяли концы всех наших отрезков, но очевидно, что раз ИГРЕК 0, он меньше или равен каждого ИГРЕКа, то, соответственно, А, соответственно, Б, ИГРЕК 0, меньше или равно каждого Б, извините, ИГРЕК 0, меньше равно каждого Б, ИГРЕК, для любого из нашего ИГРЕКа. То есть, соответствующее А и 0, оно меньше или равно каждого АИТа в нашем множестве ИС-Крышкой, с индексом ИС-Крышкой, а каждое АИТа оно меньше, чем Б, а все остальные ВУМы, кроме нами рассмотренных, они больше или равны, чем Б, поэтому эта штука является тем самым ИС-КОМом наименьшим ВУМом в ИКС-Крышкой, а значит и во всем ИКС. Если кто не понял, давайте я коротко это повторю более наглядно. Есть семейство ВУМов. Все ВУМы сравнимы. Семейство наше не пустое. Давайте возьмем среди них совершенно любой. Но какие-то больше, они заведомо нас не интересуют. Но какие-то ВУМы меньше. Какие-то ВУМы меньше. Но все эти ВУМы, раз они меньше, чем Б, они задают начальные отрезки, собственные начальные отрезки Б, до до У1, до У2. И среди них, среди этих собственных начальных отрезков, среди концов этих собственных начальных отрезков, как и всяком, по всякому непустому подмножеству Б, естественно, имеется наименьший. Соответствующий ВУМ будет наименьшим в нашем семействе. Зачем это нужно? Ну, например, следствие, если есть ВУМ мощности, если, например, есть ВУМ равномочный вещественным числам, мы убедимся, что такое обязательно есть, то у него есть наименьший как ВУМ собственный начальный отрезок мощности R. То есть, например, если есть какой-то ВУМ континуальной мощности, то обязательно у него есть вот как бы он сложно ни был устроен, обязательно у него есть такой начальный отрезок, который будет континуальным, и он будет наименьшим с таким свойством, то есть, любой его уже начальный отрезок будет мощности меньше, чем континуум. Я, кстати, не говорю, что она счетна, потому что континуум гипотеза это не теорема, но, тем не менее, она меньше. И вот такого рода конструкции применяется в разных хитрых задачах про мощности множеств. Конечно, это же самое можно отнести и к счетной мощности. Если есть счетный вун, то у него есть наименьший собственный начальный отрезок счетной мощности, но это совсем неинтересно, потому что таким начальным отрезком счетной мощности будет просто кусок изоморф на натуральному ряду, это совершенно неинтересно. Ну вот, но тем не менее. Хорошо. Итак, неформально, в любом семействе вумов непустом имеется наименьший. А теперь давайте посмотрим, как изоморфизм и наши порядки относятся к арифметическим операциям. Ну, первое утверждение здесь, оно совершенно тупое, оно нам говорит, ну, что если а изоморф на б, то, конечно, а плюс с, изоморф на б плюс с, с плюс а, а изоморф на с плюс б, и то же самое для умножения. Ну, это утверждение даже не заслуживает какого-то там доказательства, оно совершенно тривиально. У нас изоморфизм уважает наши операции. Но если у вас есть какие-то сомнения, предлагаю вам проверить. Так, хорошо. Следующее утверждение, давайте его назовем Лемма, как-нибудь Лемма-1 или даже так, Лемма о подмножестве в ум. Лемма очень интересная, она очень простая, но очень важная. Она как раз существенно зависит от теоремы о сравнимости. Вот представьте себе, что у нас есть какой-то в ум, ну, скажем, натуральные числа. И давайте возьмем его какое-нибудь подмножество. Но мы в наше подмножество возьмем не начальный отрезок, а вот просто что-то. Давайте, например, возьмем все четные числа. Они же тоже как подмножество, они же тоже упорядочены порядком, который наследуется СН. Упорядочены. А как? Мы знаем, что подмножество в умы это в ум. А какой это в ум? Больший или меньший? Ну, в данном случае понятно, что в ум, состоящий из четных, он в смысле нашего порядка естественного устроен совершенно так же, как в ум из всех натуральных. Но вместе с тем, ведь это не начальный отрезок. А вот может ли, например, быть подмножество, как в ум, больше, чем все множество? Как видите, оно может быть, даже собственное подмножество, как в ум, может быть строго меньше. А может ли оно быть больше? Оказывается, нет. Утверждение такое. Пусть у нас С это вполне упорядоченное множество, и Б это какое-то его подмножество. Не обязательно начальный отрезок. Но порядок на подмножество всегда подразумевается берущимся с большого множества. Тогда вот это Б как в ум, она меньше или равно чем С. Как же это доказать? Ну, разумеется, явно построить изоморфизм нам затруднительно, потому что непонятно, а какое подмножество, как именно мы его выбираем. Но у нас есть теорема о сравнимости. Пусть не так. Тогда по вот этой самой теореме о сравнимости тогда по теореме о сравнимости было бы, что С меньше, чем Б. Было бы, что С меньше, чем Б. То есть, что это означает? Это означает, что у нас С изоморфно некоторому собственному начальному отрезку нашего Б от наименьшего элемента до Б малого. Вот такому собственному начальному отрезку Б, который является, между прочим, собственным подмножеством нашего Б. Не только собственным подмножеством, но и собственным начальным отрезком. То есть, в смысле ВУМов у нас вот этот начальный отрезок, он меньше, чем Б. То есть, если бы С большое множество было бы меньше, оно было бы изоморфно собственному начальному отрезку Б. С другой стороны, мы с вами знаем, что Б А что мы, собственно говоря, знаем? Нет, мы ничего пока не знаем. Ладно, давайте тогда будем исходить из этого. Вот между ними есть какой-то изоморфизм. Очень хорошо. Как же он себя ведет? У нас ведь Б это подмножество С. Вот у нас Б малое включено в С. Значит, Б вот он где-то здесь живет. Поэтому его образ попадает сюда. Все С отобразилось в элементы от нуля до Б малого. Значит, и Б малый сюда отобразил. Значит, Ф от Б меньше, чем Б. С другой стороны, мы знаем, что монотонное отображение, ведь это же Ф, это отображение из С в его подмножество, то есть из С в С. С другой стороны, монотонное отображение из ВУМа в ВУМ, оно обязано обладать таким свойством. Оно любой элемент переводит в не меньший. Итак, Ф от Б меньше, чем Б, и Ф от Б больше или равно, чем Б. Отсюда, естественно, вытекает, что Ф от Б меньше, чем Ф от Б, то есть противоречие. Итак, что же мы сделали? Чтобы доказать, что Б меньше или равно С, мы предположили противное. Тогда оказывается, что С большое множество меньше, чем Б. значит, все С вкладывается каким-то образом в наш собственный начальный отрезок Б. Давайте попробуем нарисовать картинку. Вот у нас с вами С, и в нем какое-то подмножество, я не говорю, что это ВУМ, я так его схематически нарисую, есть какое-то подмножество Б. Вот оно, может, из нескольких кусочков состоит. Если предположить, что наше С меньше, чем Б, то тогда получается, что все С изоморфно изоморфно некоему собственному начальному отрезку нашего Б, туда заведомо не входит точка Б малая, конец этого собственного начального отрезка. У нас Имеется изоморфизм F, который все C отображает в B, а значит и в C. Что же этот изоморфизм делает с точкой B? Ну, с одной стороны, точка B, она переходит в какую-то меньшую точку. Потому что мы должны уместиться вот в этот, собственно, начальный отрезок B. А с другой стороны, она переходит в не меньшую точку. Почему? Потому что любое монотонное отображение ВУМа так устроено. Естественно, это-то и приводит нас в противоречие. Итак, подмножество ВУМа, как ВУМ, в смысле порядка не меньше. Теорема о монотонности. Это очень важный элемент в решении арифметических задач. Вероятно, на семинарах она уже рассматривалась, использовалась. Теперь мы ее докажем. Итак, для любых вполне упорядоченных множества В и С имеет место следующее. Если В меньше, чем С, то тогда А плюс В строго меньше, чем А плюс С. То есть сложение строго монотонно по второму аргументу. Если у нас В меньше, чем С, то В плюс А лишь не больше, чем С плюс А. Ну, а раз здесь не строгое неравенство, то и тут держать строгое смысла нет. В случае, если они изоморфны, такое тоже будет. Поэтому можем ослабить посылку и усилить утверждение вот до такого. Контр-пример. Почему нельзя строгое написать неравенство? Очень просто. 2 меньше, чем 3, конечные В умы, но 2 плюс Н изоморф на Н, изоморф на 3 плюс Н. То есть за счет вот такого поглощения строгой монотонности по первому аргументу нет. Только по второму. Что для умножения? Ну, умножение имеется в виду на непустое. Если А это не ноль, не пустой В ум, то из того, что В меньше, чем С, следует, что А умножить на В меньше, чем А умножить на С. То есть умножение на непустое, на не ноль, тоже строго монотонно по второму аргументу. И в любом случае, если у нас В меньше или равно С, то тогда В умножить на А, оно не больше, чем С умножить на А. То есть умножение по первому аргументу, оно тоже лишь не строго монотонно. Но ограничение на не пустоту А уже тут не обязательно, потому что если А пустое, то обе части будут пустыми, а значит, изоморфными друг к другу. А как же это доказывать? Ну, я не хотел бы здесь много разводить каких-то проблем. На самом деле идея очень проста. Ну, смотрите, вот у нас вот есть В, и оно меньше, чем С. Это что значит? Значит, В изоморфно какому-то начальному отрезку, давайте вот так обозначим, до З. То есть вот наше В, оно изоморфно начальному отрезку нашего С до точки З. Ну, на самом деле понятно, что если мы слева припишем А к тому и к другому, то вот такой вот ВУМ А плюс Б, он будет по-прежнему изоморфен, начальному он перейдет в начальный отрезок ВУМа А плюс С. Формально, ну, что здесь происходит? Формально, ну, вот тут у нас живут точки вида Ашки, помеченные нулем. Здесь у нас живут Бшки, помеченные единицей. Ну, что мы делаем? Мы вот эти вот оставляем на месте. Мы строим отображение Ж, которое любую точку отсюда переводят в себя, а любую точку отсюда, В1, она переводит в Ф от В1. Важно заметить, что то, что получается, это начальный отрезок. То есть у нас А плюс Б переходит во что-то в А плюс вот этот вот начальный отрезок множества Z. Достаточно очевидно. Ну, вот эта штука, это собственный начальный отрезок А плюс С, вот она вот меньше. В чем разница со случаем сложения с другой стороны? Ну, давайте попробуем понять, что будет, если вот у нас вот было B, и мы к нему справа приписали А. В данном случае, если мы А переведем в А, у нас получается такое же, B, оно все точки из второй копии оставляет на месте, переводит в себя. Все точки из первой копии, оно переводит в соответствии с отображением F. Что же оно делает? Обратите внимание, оно вот это, B плюс А, переводит вот в такое подмножество. Естественно, порядок при этом сохраняется, в этом нет никакой проблемы. То есть B плюс А, оно будет изоморно вот такой вот штуки. Начальный отрезок C до Z плюс А. Но вот эта штука, она не является не просто собственным, но и вообще начальным отрезком нашего C плюс А. Почему? Потому что, вы видите, в ней имеется дырка. Что такое начальный отрезок? Это такое множество, которое наряду с любым элементом содержит и все меньше. А вот здесь у нас любая точка отсюда, вот из второй копии А, она же больше, чем Z. А Z не принадлежит. То есть, вот у нас тут заведомо пара Z0, она тут заведомо не лежит. То есть, это не начальный отрезок. Ну, не начальный, не начальный. Но, тем не менее, это какое-то подмножество C плюс А. Следовательно, по лемме о подмножестве Вум мы можем гарантировать, что вот эта вот штука, она как Вум, в смысле порядка, не превосходит C плюс А. Ну, и значит, B плюс А не превосходит C плюс А. В этом основная идея. Третье утверждение про умножение. Значит, у нас есть не пустое А, и мы с вами хотим А умножить на B и посмотреть, что там будет. Сравните это с А умножить на C. Мы знаем, что B меньше, чем C. Ну, смотрите. Я напоминаю, B изоаморфно вот некоторому начальному собственному отрезку C. Что такое А умножить на B? Ну, А умножить на B мы взяли B и упорядочили копии А в соответствии с порядком B. Ну, и вот легко видеть, что вот этот вот кусок, он будет изоаморфно. А умножить на А умножить на B. Что это за кусок? Это копии А умножить на вот этот начальный отрезок. Собственно говоря, это А умножить на соответствующий начальный отрезок C. Естественно, эта штука, она изоаморфно А умножить на B. И при этом, обратите внимание, она является начальным отрезком. Это собственный начальный отрезок А умножить на C. Ну, почему собственный? Потому что та копия, которая помечена Z, та копия, которая соответствует Z, ее элементы, они все здесь не живут. Ну, вот. Ну, и поэтому, раз это собственный начальный отрезок, соответственно, А на B действительно меньше, чем А на C. И, наконец, что будет происходить? Кстати, какую роль здесь играет непустота? Ну, непустота играет ту роль, что он получается собственный. То есть, вот это вот пары А на C, а Z, они здесь не живут. Они здесь не живут для любого А малого из А. Но это существенно, хоть одна такая пара существует, если как раз они пустые. То есть, вот это вот нам нужно здесь. Здесь у нас применяется непустота. Я надеюсь, вы помните, как произведение определяется. Это множество, состоящее из пар. Сначала А, потом С, сначала сравнивают вторые компоненты, потом первые. Ну, и четвертое. Это что такое вот B умножить на А? Давайте его сравним с C умножить на А. Естественно, у нас получается такой изоморфизм. Но вот B умножить на А – это А копий B. Вот одна копия, B другая. Еще может быть одна. Они упорядочены в соответствии с нашим А. Что такое С умножить на А? Это C-шки, которые, как мы помним, не короче B-шек. И они все упорядочены в соответствии с А. Теперь смотрите. В каждой C-шке есть кусочек, который изоморфен B-шке. Вот он. В каждой C-шке есть кусочек изоморфной B-шки. Но туда заведомо не входят пары с координатой Z, ну и там какой-то элемент А. Они все заведомо там не лежат. То есть это собственное подмножество, но это точно не начальный отрезок. Вот они дырки. Больший элемент там есть, а меньшего нет. То есть получается, что это подмножество, но совершенно не обязательно начальный отрезок. Ну, по крайней мере, в случае не пустоты. А это значит не начальный отрезок. Тем не менее, это подмножество, поэтому B умножить на А по лиме О подмножество вполне упорядоченного множества – это меньше или равно, чем C умножить на А. Вот такая вот теорема. Очень хорошо. Ну, на самом деле, помимо вот этой теоремы о монотонности, в задачах бывают и некоторые другие полезные утверждения. Я не буду, естественно, пытаться доказать все, что вам может встретиться в задачах, но, тем не менее, давайте попробуем. Ну, вот, например, можно как-то в обратную сторону идти. Вот просто в качестве примера. Допустим, А плюс Б меньше, чем А плюс С. Тогда я утверждаю, что Б меньше, чем С. Ну, почему, например, это так? По теореме О сравнимости ВУМ иначе, если бы это было бы не так, иначе, оказалось бы, что С меньше или равно, чем Б. Что, в свою очередь, по теореме о монотонности, говорит нам, что А плюс С меньше или равно, чем А плюс Б. То есть, отсюда бы получилось, что это меньше, чем А плюс С, а значит, А плюс С меньше, чем А плюс С, что невозможно. Ну, вот, такого вот рода соображения тоже могут применяться. Так что я прошу вот это тоже иметь в виду. Это может быть полезно. Так, что еще? Еще вот у нас есть ВУМ единичка, состоящий из одного элемента. Его тоже можно к чему-то прибавить. Например, А плюс 1. Вот это такой вот ВУМ А. И еще один элемент. Он с точностью до изоморфизма, естественно, определяется единственным образом. Я хочу сказать, что вот это вот А плюс 1 – это последователь в некотором смысле ВУМа А. То есть, это наименьший ВУМ больше, чем А. Как мы помним, в любом классе, в любой совокупности ВУМов не пустой, есть наименьший. Так вот, этот А плюс 1, он наименьший среди больших А. То есть, утверждение звучит так. Если А больше, чем… Если В строго больше, чем А, то тогда А плюс 1 меньше или равно, чем В. Ну, как же это доказывается? Тоже полезные соображения. Это полезно иметь в виду. Ну, А меньше, чем В, это означает, что у нас А изоморфно вот некоторому такому кусочку В от нуля до, там, В малого. Ну, лучше У, чтобы не было искушения спутать. Изоморфно некоторому такому кусочку. То есть, смотрите, вот у нас вот есть А, вот у нас есть В, и вот у нас все элементы В от нуля до У. Это то же самое, что и А. Между ними есть изоморфизм. Но сам-то У, сам-то У, он сюда не попадает, однако он лежит в В. Тогда смотрите, что будет происходить. Вот у нас тут есть какой-то изоморфизм Ф. Давайте мы сюда добавим еще одну точку. Ну, ее можно назвать 0, это неважно. И получим ВУМ А плюс 1. И теперь мы наш изоморфизм расширим. Мы вот этот нолик отобразим в У. То есть, у нас получится такое отображение Ф'. Это наше Ф и плюс еще одна пара. Какая? Вот этот нолик. Нолик, наверное, нехорошее название. Давайте другой буквой обозначим. Омега. Почему омега? Ну, неважно. Омега и омега. Вот эту омегу, которую мы добавили, мы ее отобразим в У. Но хочется сказать, что это будет изоморфизм между чем и чем. Между А плюс 1 и вот таким вот множеством. Все элементы В вплоть до А и до У. И плюс еще У. Ну, почему это так? То, что это объекции, ну, это совершенно очевидно. То, что сохраняется монотонность, ну, в общем, тоже очевидно. Остается только понять, что вот это вот начальный отрезок. Но это действительно начальный отрезок В. Почему? Потому что любой элемент меньше У, он, естественно, попадает сюда. Он попадает множество элементов, меньших У. Значит, эта штука замкнута относительно отношений меньше. То есть, все, что меньше элемента отсюда, оно лежит в этом же множестве. Это начальный отрезок В. Ну, и как начальный отрезок, он меньше или равен, чем В. Он, может быть, изоморфен, может быть, в В больше элементов нет. Ну, вот, собственно, и все. И это тоже очень полезная вещь. И отсюда вытекает еще одно следствие, тоже полезное. Если А меньше, чем В, то А плюс 1 меньше, чем В плюс 1. Ну, как это доказать? Иначе мы хотим опровергнуть импликацию. А меньше, чем В, но В плюс 1 меньше или равно, чем А плюс 1. С другой стороны отсюда следует, что В больше или равно, чем А плюс 1. В, разумеется, меньше, чем В плюс 1. То есть, мы с вами получаем, что В плюс 1 меньше и равно А плюс 1, А плюс 1 меньше, чем В плюс 1. Ну, значит, получается, что В плюс 1 меньше, чем В плюс 1. Естественно, противоречие. Вот. То есть, мы можем это итерировать, мы можем добавить элемент еще, еще, еще раз. И таким образом, для любого натурального числа или конечного В, что то же самое, мы с вами получим, что А плюс К, если А меньше, чем В, то А плюс К меньше, чем В плюс К. Но что может быть более любопытно? Верное и обратное. Ну, вот в эту сторону мы просто индукции по К это доказываем. Но на самом деле верное и обратное. Почему? Пусть у нас А плюс К меньше, чем В плюс К. Но А больше или равно, чем В. Тогда, соответственно, по первой части отсюда вытекает, что А плюс К больше или равно, чем В плюс К. Ну, а В плюс К в свою очередь строго больше, чем А плюс К. Значит, получается, что А плюс К больше, чем А плюс К. Противоречие. Ну, и на самом деле тут можно не только меньше написать, но и заморфно. То есть вообще в общем виде мы получаем вот такое вот утверждение. для любого конечного множества А из аморфно В тогда и только тогда, когда А плюс К из аморфно В плюс К. Ну, и А меньше, чем В тогда и только тогда, когда А плюс К меньше, чем В плюс К. Если у вас возникает вопрос, а как берется стрелка вот тут справа налево. Ну, если А плюс К из аморфно В плюс К, а А не из аморфно В, то тогда без ограничения общности А меньше, чем В. Ну, давайте это проверим. Потому что это важно. пусть А плюс К из аморфно В плюс К, но А меньше, чем В, не из аморфно. Ну, тогда у нас по доказанному выше, вот по этому, по этой стрелке, которая у нас была, получается, что А плюс К меньше, чем В плюс К, тогда как В плюс К из аморфно А плюс К. Значит, А плюс К меньше, чем А плюс К. Противоречие. Итак, мы видим, что можно справа вычитать любое конечное количество. Но здесь ключевые слова конечное и справа. вот давайте, например, посмотрим на ряд контрпримеров. Вот если, например, 2 плюс Н из аморфно 3 плюс Н, но отсюда отнюдь не следует, что 2 из аморфно 3. То есть, мы не можем вычитать бесконечное количество. Справа можно вычитать только конечный ВУМ. Справа можно вычитать только конечный ВУМ. но тем не менее но любой ВУМ можно вычесть слева. В каком-то виде мы это доказали, сейчас мы это немножко по-другому оформим. теорема вычитания гласит пусть А больше или равно чем В. тогда существует и единственная единственность понимается с точностью доизоморфизма, то есть, любые два подходящих изоморфные. Существует и единственная С такое, что А это В плюс С. Кстати, такое С обозначают обычно вот так минус В плюс А. Обратите внимание, что не А минус В, а минус В плюс А, потому что вычитание В происходит слева. Ну, действительно, то есть, что я утверждаю? Что же я утверждаю? Вот у меня А больше или равно чем В, то есть, В это какой-то собственный начальный отрезок А. У меня В изоморф на какому-то куску А от нуля до Х, где Х это элемент А. В изоморф на такому куску. Очень хорошо. То, что я хочу доказать, так это то, что все А изоморф на Б плюс С для некоторого С. Ну, что взять в качестве С? Ну, в качестве С мы, естественно, берем вот этот кусок. Он не является начальным отрезком А, но, тем не менее, он является неким подножеством А. Что же это такое? Ну, это просто все такие элементы А, которые больше, чем Х. Это некое подножество. Ну, совершенно понятно, что наше А, оно изоморф на вот такой сумме. Почему? Потому что все элементы А, ну, вот куда они переходят? Если у нас А было меньше, чем Х, оно переходит в Ф от А. То есть наш изоморфизм отображает какой-то элемент Б. Не Ф от А, нам же пара нужна. Вот так вот. Это получается вот мы попадаем в Б. Ну, а если А больше или равно чем Х, то мы просто этот элемент оставляем как он был, помечаем его единичкой. Таким образом, мы с вами переходим из А в Б плюс С. Почему такое С? Единственное, мы сейчас доказали существование. то есть надо взять все элементы больше или равной конца начального отрезка, который заморфен Б. Ну, это, конечно, если было строго меньше. Это если Б строго меньше, чем А. Иначе С просто пустое. Это неинтересно. Существование мы доказали. Почему единственность? Но единственность тоже на самом деле у нас фактически была. Пусть у нас таких С2, пусть у нас Б плюс С1 изоморф на А, а с другой стороны Б плюс С2 изоморф на А. Но мы уже на самом деле видели, что одно и то же вот это количество можно слева вычесть. Если С1 не изоморф на С2, то по теореме о сравнимости без ограничения общности, ну, допустим, С1 меньше, чем С2. Тогда по теореме о монотонности получается, что Б плюс С1, то есть А, строго меньше, чем Б плюс С2, то есть то же самое А. Получается, что А строго меньше, чем А, что невозможно. Итак, в любом, из любого ВУМа можно слева вычесть меньший, то есть любой ВУМ больше, чем Б можно однозначно представить как Б плюс что-то, где вот это что-то определяется однозначно с точностью доизоморфизма. Но, что еще более интересно и на самом деле играет ключевую роль, исключительно полезно в решении задач на арифметику, это теорема о делении с остатком. Давайте ею, в общем, завершим нашу лекцию. Теорема о делении с остатком. она является обобщением аналогичной теоремы для натуральных чисел на бесконечные ВУМы. делить в частности с остатком можно только на ненулевое, поэтому пусть у нас ВУМ Б не пустой. Тогда для любого ВУМ А существует и единственное с точностью доизоморфизма, естественно, пара ВУМов КУЭР это все ВУМы такая, что вот мы А поделили на Б, то есть наша А изоморфно Б умножить на КУ, обратите внимание на порядок делителей. Мы поделили слева, слева, слева мы делим слева, справа совершенно не обязательно, что можно делить. Поделили А на Б слева, получили какой-то КУ, то есть в А укладывается КУ копии Б, но возможно остается некий остаток, про который остаток мы знаем, что он меньше делителя. Вот самая обычная теорема о делении с остатком, но распространенная на бесконечные ВУМы. Давайте ее докажем. для начала нам нужно установить существование. Как это делается? Для этого строят заведомо такое произведение Б с каким-то ВУМом, чтобы оно было заведомо больше А. Итак, давайте рассмотрим х, который является Б умножить на А плюс 1. Ну, что про него можно сказать? Но мы видим, что А, естественно, меньше, чем А плюс 1, а значит, вот эта вот штука, она меньше или равна, чем А плюс 1, потому что Б, оно не пустое, оно, ну, даже если было бы пустое, значит, получается такая вещь. Значит, у нас А строго меньше, нет, ну, все-таки, конечно, существенно здесь не пустота, да, да, конечно, значит, А плюс 1 меньше или равно, чем вот это вот, потому что Б у нас строго больше нуля. Б у нас строго больше нуля, у нас поэтому такая вещь получается. Так, хорошо, Значит, а, то есть это хотя бы единица, Б это хотя бы единица, поэтому у нас получается вот такое неравенство, это же что такое? Это же 1, да, умножить на плюс 1. поэтому по теореме монотонности так, значит, А меньше строго, чем Б умножить на плюс 1. Значит, существует такой элемент отсюда, Б альфа, Б малая альфа, я так немножко грубо напишу, существует такой элемент, что наше А, оно изоморфно начальному куску нашего Х от нуля вот до этой пары. При этом у нас Б, Малая попадает в Б Большое, ну а альфа это либо какой-то элемент, а либо вот это вот наш добавленный дополнительный элемент. Очень хорошо. Но давайте внимательно посмотрим вот сюда, вот на эту штуку. это начальный отрезок нашего Х, но когда пара строго меньше, чем Б умножить на альфа, когда какая-то пара Б альфа штрих, когда она попадает сюда. Естественно, это происходит тогда и только тогда, когда альфа штрих меньше, чем альфа или альфа штрих равно альфа а Б штрих в смысле Б, в смысле альфа плюс 1, а это в смысле Б меньше, чем Б. То есть на самом деле у нас имеется два случая. То есть вот это вот множество, оно из чего состоит? Из каких пар оно состоит? Оно состоит на самом деле из пар, где у нас Б-шка любая, Б-шка любая, лучше написать изоморф для безопасности, Б-шка любая, а альфа строго меньше, это вот соответственно голубой случай, значит, а ашка у нас строго меньше, альфа, альфа-штрих строго меньше, чем альфа. То есть два случая. Первый случай, либо у нас вторая координата меньше, чем альфа, а Б-любой, то есть по сути дела пара у нас вот такая вот. Либо же второй случай, когда у нас вторая координата, она равна альфе, вторая координата, она фиксирована и равна альфе, а первая координата, Б-шка, она любая вплоть до Б-малого. Это второй случай. Ну, естественно, тут мы умножаем наш отрезок на множество из одного элемента. Понятно, что эта вещица, она изоморф на Б умножить на вот это вот плюс такая штука. Ба! Да мы получили ровно то, что нужно. Вот это Q, а вот это R, который, естественно, строго меньше, чем B. И все. Существование, как видите, доказано. То есть, что мы сделали? Мы нашли такой множитель, в данном случае это был А плюс 1, что умножение B на него дает нам что-то заведомо большее, чем А. Тогда получается, что наше А изоморф к начальному отрезку этого ВУМа. То есть, оно состоит из всех пар меньше, чем какая-то пара B альфа. Но такие пары делятся на два куска. Это те пары, у которых вторая координата меньше, чем альфа, а B любая. Эти пары образуют такой ВУМ. И также на те пары, у которых вторая координата равна альфе, а первая координата меньше, чем B малая. Такие пары сравниваются, но как элементы вот этого вот начального отрезка. Ну и, соответственно, результат. Итак, мы с вами убедились, что наше А, вот оно, изоморф на такой штуке. Мы нашли неполное частное и остаток. Остается показать, что неполное частное и остаток единственное. Здесь мы, конечно, будем широко использовать теорему о монотонности. Ну, пусть так оказалось, что наше А разложилось двумя способами. BQ1 плюс R1, и, кроме того, это BQ2 плюс R2, при этом и R1, и R2, это важно, они меньше, чем B. Ну, первый случай. Что если Q1 изоморф на Q2? Ну, тогда, естественно, мы можем вычесть это одинаковое количество. Тогда по теореме о вычитании у нас R1 и R2, это одно и то же. Это что? Это А минус вот это вот BQ1. Ну, то, что получится, если из А вычесть вот этот кусок. Они одинаковые. Если вас не устраивает ссылку на теорема о вычитании, то я могу повторить рассуждения, которые там были. Без ограничения общности. Давайте повторю. Если вдруг R1 не изоморф на R2, то без ограничения общности одно из них меньше. Тогда по теореме о монотонности, BQ1 плюс R1, оно меньше, чем BQ1 плюс R2, при том, что и то, и другое – это А. Я напоминаю, Q1 изоморф на Q2. Естественно, это приводит к противоречию. Итак, в этом случае все хорошо. R1 изоморф на R2. Ну, а второй случай – это когда Q1 не изоморф на Q2. Опять-таки, без ограничения общности предположим, что Q1 строго меньше, чем Q2. Интересно, что тогда будет происходить. Ну, давайте, опять же, используем теорему ОВИЧ. Даже это не надо. Мы доказывали, что тогда Q2 будет больше или равно, чем Q1 плюс 1. Это у нас было. Чем Q1 плюс 1 элемент. Очень хорошо. Ну, тогда что такое BQ2 плюс R2? То есть, это наша А. Я напомню. Это будет заведомо по теореме монотонности не меньше, чем BQ2. То есть, это будет по той же монотонности. B больше равно, чем BQ1 плюс 1. По дистрибутивности левой. Это будет BQ1 плюс B. Что по монотонности? Строго больше, чем BQ1 плюс R1. Потому что R1 меньше, чем B. А это, опять-таки, А. То есть, в таком случае оказывается, что А меньше, чем А. Чего быть не может. Что влечет противоречие. На самом деле, доказательство теоремы о единственности, оно почти такое же, как и для случаев натуральных чисел. Тут уже разница минимальна. Итак, мы доказали, что совершенно любой ВУМ можно поделить с остатком, получая единственным образом результат определенный с точностью доизоморфизма на любой ненулевой ВУМ. В частности, очень популярно и полезно деление на n, на n в квадрате и на другие степени. На самом деле, это можно итерировать. Вот вы, например, делите что-нибудь на n в кубе, получается остаток, который меньше, чем n в кубе. Его полезно поделить на n в квадрате и так далее. В общем-то, если все это обобщить, это приведет нас к так называемой кантеровской нормальной форме. Но по ряду причин мы не будем затрагивать в нашем курсе, хотя на практике мы с такими формами ознакомимся. Чтобы практически найти неполный частный остаток, их надо, ну скажем так, угадать, умножением и сложением проверить, что они подходят, и дальше сослаться на единственность, что никакие другие уже подойти не могут. Теоремой о делении с остатком заканчивается наш экскурс, собственно говоря, в арифметику Вумов. И теперь нам предстоит большая работа, которую отчасти мы сделаем на доплекциях необязательных, связанная с так называемой леммой Цорна и теоремой Цермела. Сами эти утверждения формулируются исключительно просто, но доказываются они совсем не так просто. Это ключевые факты в математике бесконечных, то есть больших, чем счетных множеств. Подобно тому, как индукция и счетная аксиома выбора, ее следствие, играли ключевую роль для арифметики конечных и счетных множеств, также лемма Цорна, эквивалентная ей теорема Цермела, каждый из которых эквивалентна полной, неограниченной аксиоме выбора, они являются ключевыми для работы с абстрактными, бесконечными множествами, в частности, для получения нетривиальных фактов об их мощностях. Я, разумеется, сейчас ничего из этого доказывать не буду, но сформулирую наши утверждения с тем, чтобы их можно было бы уже начать рассматривать на семинаре, и у вас в голове образовался какой-то задел. Циарема Цермела. Цермела – это тот самый Цермела, имя которого фигурирует в стандартных системе аксиом для теории множеств, которыми мы пользуемся ZFC – Цермела, Френкель, Чойс. Чойс – ну, то есть часть аксиома выбора. Теорема Цермела говорит следующее. Для любого множества А, то есть совершенно любого, существует отношение на нём такое, что это отношение задаёт вполне упорядочение множества А. То есть словами. Каждое множество можно вполне упорядочить. Это, конечно, совершенно не сюрприз для натуральных, например, чисел. Действительно, их легко вполне упорядочить, они уже вполне упорядочены. Не сюрприз и для целых. Например, вы можете чередовать отрицательные и положительные в вашем порядке, и вы их вполне упорядочите по типу натуральных. То есть порядок, который вы задаёте, он не обязан как-то соотноситься с каким-то другим, естественным, может быть, порядком, который на этом множестве уже был. Несколько мнений очевидно, как вполне упорядочить рациональный. Но на самом деле это тоже совершенно тривиально. Почему? Рациональный находится в объективном соответствии с натуральными. У каждого рационального есть натуральный номер. Но давайте их упорядочим по их номерам. Рациональный номер 3 будет меньше рационального номер 19. И так далее. А вот с несчётным множеством, с вещественными числами, тут уже дело обстоит существенно труднее, потому что никаким разумным образом получить вполне упорядоченные вещественные чисел не получается. А с другой стороны, кажется привлекательной такая идея. Ну, возьмём какое-нибудь вещественное число, объявим его первым. Возьмём ещё одно, объявим вторым. И так далее. Конечно, дьявол сидит в этом и так далее. И как далее? Как работает эта итеративная процедура? Какого рода индукции или рекурсии здесь возникает? Для которой, конечно, натуральных чисел нам недостаточно. Ну и вот есть возможность эту индукцию оформить двояко. Ну, либо мы можем придумать какие-то объекты, какие-то номера, которые превосходят натуральные числа, ординалы. По сути дела, это некие фиксированные в умы, больше натуральных чисел. Или мы можем без этого обойтись и как-то так исхитриться нашу индукцию, описать, чтобы никаких конкретных номеров не упоминать. Вот именно этим путём идёт Лема Цорна. Её любят в отраслях математики, ну, скажем так, где такие рассуждения необходимы, но которые далеки от теории множеств. В алгебре там и прочее. Когда они рассуждают о каких-то абстрактных, больших группах или чём-нибудь ещё. Они, там, где им нужна индукция по всем элементам этой группы, они ссылаются на Лему Цорна. Лемой Цорны, конечно, необходимо овладеть. Человеку, который претендует на какой-то серьёзный уровень математической культуры. Что же за Лема Цорна? Пусть у нас У – это какой-то чум. Казалось бы, при чём здесь чум? И мы совершенно не будем этот чум вполне упорядочивать. Вовсе нет. Когда? Если у каждой цепи… Давайте его как-нибудь обозначим. У красивая. У каждой цепи в У… Что такое цепи? Я надеюсь, вы помните. Это любое, вовсе не обязательно счётное, множество попарно сравнимых друг с другом элементов. Если у каждой цепи в У есть верхняя грань, то есть есть такой элемент, который больше или равен всем элементам этой цепи. Вовсе не обязательно она наименьше, верхняя грань. Какая-то верхняя грань. Если у каждой цепи есть верхняя грань, то в У есть максимальный элемент. Хотя бы один. Ну, на самом деле это выглядит немножко странно. Но какой нам прокат максимального элемента? Ну, Лему Цорн очень легко усилить. Не просто есть максимальный элемент, но и над каждым элементом есть максимальный. Как её усилить, мы разберём. Давайте поэтому дадим в такую более практически полезную формулировку. То есть для любого А из У существует Б, который является максимальным в У. Такой, что А меньше или равен, чем Б. То есть что это означает? Если каждая цепь ограничена, то из любого элемента можно прийти в тупиковый. Мы не говорим, за сколько там шагов и так далее. По сути дела, это высказывание, оно интуитивно, но если так подумать, оно очевидно. Если любая цепь, если любая железнодорожная линия ограничена чем-то, то с любой станции можно приехать в тупик. Вот, да. Казалось бы, ну она ограничена, но может быть там бесконечная какая-то линия. Она ограничена и бесконечная. Но мы ведь и не говорим, что в тупик можно приехать за конечное число шагов, проехав конечное число станций. Так что тут уже наша интуиция колеблется. Уже тут все-таки и так, и так можно. Можно привести интуитивные доводы и в пользу ее истинности, и в пользу ее ложности. Но тем не менее формально-математически это утверждение можно доказать. Более того, известно и на дополнительных лекциях я это объясню, что лема Цорна и теорема Цермела и аксиома выбора, они все попарно-эквивалентны. Вот. Ну что же, оставляю вам пищу для размышлений. Благодарю за внимание. Немножко наша лекция затянулась, но не сильно. Надеюсь, вы не расстроились. Всего хорошего, дамы и господа. Пожалуйста, не стесняйтесь задавать вопросы. Будет такие, появятся. Светлана. Светлана.